В эфире телеканала Самара Гис при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Холодная осень 2013-го. В этом мрачном демисезоне со слабыми намеками на бабье лето, пожалуй, самый актуальный вопрос последних недель. Вам уже дали тепло или еще нет? Старт отопительного сезона, как правило, всегда тема номер один, но в этом году он особенно заставил понервничать и жителей, и чиновников, и энергетиков. Последним за срыв сроков уже посулили и крупные штрафы, и разрыв отношений, чтобы не расслаблялись. Последний срок, когда отопление должно прийти стопроцентно во все дома, это ближайший понедельник, если, конечно, опять где-нибудь не рванет. Первые аварии уже случились. Немолочные амутные реки потекли в Корсунском переулке в понедельник. Гаражный массив возле Кировского рынка мгновенно превратился в непролазную топь. Крупная коммунальная авария произошла на теплотрассе Волжской ТГК. Эта магистраль ей 30 лет от роду отапливает 600 домов и 90 социальных объектов. И в некоторых многоэтажках уже горячие батареи начали остывать. И потом не замерзли. Аварию энергетики устранили за сутки. Жителям улицы Земица повезло гораздо меньше. В день по несколько раз зажигаем. Вот то, что у нас счетчик, вот счетчик у нас, мы по счетчику боимся, все-таки дорого же встает, газ встанет нам. И из-за этого мы постоянно то включим, то выключим, то включим. Кирпич, правда, я не выключаю его. Кирпич не выключаю, чуть-чуть тепло держит. Маленькую кухню еще можно согреть старыми дедовскими способами. И потому Любовь Данилова, ее пятилетняя внучка, 90-летняя мама весь день здесь и проводит. Их трехкомнатная квартира превратилась в ледник. На улице, говорят, женщины и то теплее. Мокрое белье здесь не сохнет неделю, а спать ложатся в обнимку с теплым чайником. Она ходит вот в теплой кофте, в теплом халате, одевает носки шерстные. Вот она ходит. Подготки, теплые штаны, платья, рубашка. Все на себя натягивает. И под шубой еще. Лет пять мы мучились зимой. Обогреватель везде ставили, везде обогреватель ставили. Потом нам вот сделали. Ну, года два, три там у нас, точно не помню. Вот. И вот мы более-менее вот надо жить. Мы уж прямо из-за отеца обрадовались. Такая теплынь, так хорошо было. И в этом году вот уже и холодно на улице, и дома холодно. Вся постель сырая. Почему-то не включает нам отопление. Почему, не знаю. Отопление на землице вовремя не пришло вот из-за этих раскопок. Их ведет все та же Волжская ТГК. Перекладку тепловых сетей энергетики не успели закончить срок. Для 29 домов и школы номер 8 отобительный сезон стартовал с опозданием. Еще в прошлые выходные сюда с инспекцией нагрянул первый вице-мэр. Подрядчики заверили, что ждать осталось недолго. Трубу собрали, технологии собраны. Заполнение идет. С вчерашнего дня, как я и говорил, до конца. В понедельник энергетики отчитались. Работы завершены. Но на землица теплее не стало. В довершении всех бед в 26 доме отключили еще и электричество. Труба прорвалась, и вода залила электрощитки. Да кто из них, когда дадут. Из света отключили. Вот эта страна есть, а здесь дома вообще света нет. Аварийная ситуация. А из-за чего аварийная ситуация? Понятия не имею. Разбираемся. А как долго будете разбираться? Не знаю, решаются. Звонили, а только не было. А куда звонили? Время свое. И что говорят? Время на кивлении. Вводим, говорят о аварийной ситуации. А что за аварийная, то толком не объясняю. У меня дочка говорит, что надо еще воду выключить и газ. И будем жить в кафе. Как она говорит, в кафе. Так кто же виноват в том, что на землица люди все эти не мерзли? Энергетики отвечают. Вопрос не к ним. Мы работаем в зимний период. Все отводы на потребители у нас сейчас открыты. То есть все проблемы, которые сейчас возникают, возникают, как правило, уже внутри жилых домов, внутри системы жилых домов. То есть здесь уже должны работать с управляющей компанией. В управляющей компании, а эти дома обслуживает ВАСКО, заверяют, в своих теплых кабинетах они контролируют ситуацию. Да, у нас был сначала контакт с Волжской ТДК, потому что утечка у них была сначала, они отремонтировали. А вот сейчас уже объявили, что утечка называет прогресс. Я думаю, сутки они должны это устранить, сутки, двое, не больше. Потому что у нас же бросают все силы, там не только наши два дома, там еще дополнительные дома других управляющих компаний находятся, которые тоже люди сидят без тепла. Мы это понимаем, первое, завтра точно уйдет письмо в прокуратуру. Была авария на одних, мы терпели, сейчас авария на других сетях. Если мы будем видеть, что не идет устранение ремонтных работ, никаких не идет, тогда мы, естественно, будем во все колокола бить. Если отопление наземится не придет, обещают тоже забить колокола. Вообще, этой осенью прокуратуру будет немало работы. Правовую оценку надзорные органы должны дать и деятельности компании «Коммунэнерго», из-за нерасторопности которой подача тепла задерживалась в трех районах – в Кировском, Промышленном и Советском. Котельные этой конторы оказались не готовы к зиме, и терпение у городских властей лопнуло. Компания не готовилась своевременно и качественно к началу отопительного сезона. Очередные запросы прокуратуры были направлены. Я думаю, мы будем сейчас выходить на разрыв с договорных отношений и передачу котельных добросовестным подрядчикам. За срыв сроков начала отопительного сезона энергетиков наказывают и длинным рублем. Более чем на 2,5 миллиона уже оштрафованного ТКК. В самой компании себя считают заложниками ситуации. Отопительный сезон сопровождался критикой, в том числе от городских властей, работой энергетиков. И в частности говорили о том, что штрафы будут поставлять достаточно серьезные. Почему так происходит? То есть это какая-то штатная ситуация или для вас это не штатная ситуация? Для нас это не штатная ситуация, потому что, например, на начало ремонтной кампании весной у нас была феноменальная задолженность. Наши потребители перед нами свыше 5 миллиардов. То есть у нас такого вообще никогда не было. Возникли проблемы с закупкой материалов, с оперативной расплатой, с подрядчиками. Как правило, большая часть населения, большая часть людей оплачивает своевременно. Ряд управляющих компаний по каким-то причинам, там, нецелевое расходование средств и прочее, там, банкротство компании. Мы привлекаем прокуратуру, пишем заявление соответствующее, пытаемся через суды их взыскивать. Но есть срок давности, соответственно, у нас есть какая-то задолженность, которая переходит в мертвую. Мертвым грозом для энергетиков стали и те 6 миллионов рублей, что должна им управляющая компания ВЭК. Еще год назад она обслуживала 20 домов в четырех районах Самары. Сейчас контора банкрот. На здании, где когда-то располагался и офис, только след от таблички остался. А денег и следа нет. Жители, которые чуть не оказались крайними в этой уголовной истории, главу сомнительной конторы поминают исключительно недобрым словом. Это аферист высший. И только весть о том, что 14 октября Фаузии Субеевой предстоит сесть на скамье подсудимых, поднимает людям настроение. Вот ее судить будут 14 октября. Да какая? Прямо ты Субеева? Да, да, да. Матюшки, отлично. Мы хоть и не было вредные? Да. Жители 11 домов, что на землянском проезде рассказывает, эта контора ВЭК с самого начала показалась им подозрительной. Как получилось, что мы встаем утром, у нас ни собрания не было, ничего на свете. Мы подняли вопрос в то, что смотрим, перечисление денег идет же на ИРЦ, а это прямо на их компанию, на банк. Мы задаем вопрос, на каком основании? Так надо. Это, я говорю, бандиты, рейдеры. Дальше мы, значит, пошли свои договора проверять. Проверяем они все поддельные, подписи поддельные. То есть вы не заключали с ними договор? Никто не заключал договор, никто. Местные активистки-пенсионерки затеяли войну с незваной фирмой, отказались платить по счетам. Дальше события развивались, как в плохом сериале про бандитские войны. Присылали нам еще выбивать этих, как их? Братков. Братков. Да, приходит парень, молодой. Я говорю, он мне говорит, вы почему не платите какую-то плату? Я говорю, а кому платить? Я говорю, я ни с кем договор не заключала. Иди, сынок, отсюда. Я говорю, пока. Вот я говорю, не дай. Бог с старушками, с кем случится, можешь отвечать. Я говорю, ты. Они не боялись. Они не боялись. Они даже вот здесь. Мы взяли, а мы не даем вроде, понимаешь? Как он может сказать, сейчас улетишь по лестнице? Я же пенсионер под 80 мне. Я 45 лет пахала. Платить не буду, говорю. За что платить? За что? Кому. И кому? Кому платить? Вот ко мне-то они не пришли, потому что она знала, что ко мне нельзя приходить. Я найду и на них управу, и на нее управу. Потом мы написали заявление, обратились куда надо. И все, их убрали. У них эта коллекторская фирма была, незаконная. Она просто с ними, как бы, рука руку моет, договорилась, они пришли. Вскоре последовали гражданские суды, а затем появилось и уголовное дело. Следователь Анна Степанова, это она распутывала финансовую махинацию, и говорит, несмотря на то, что мошенническая схема весьма примитивна, найти концы оказалось непросто. Субеева путем обналичивания их через вновь созданные организации, такие как ООО «Элком», совершила хищение денежных средств. Местонахождение данных конторы и директора данных контор, они не установлены. За мошенничество в особо крупном размере 52-летней Субеевой грозит теперь до 10 лет лишения свободы. Приговоры жители землянского проезда будут ждать с нетерпением. Она заслуживает даже зону. Вот что она заслуживает. Настоящую зону. Насколько на крови нам попили, это вообще. Мы перешли, кого сахар поднялся, кого ноги поднимлись. И надо что-то сделать так, чтобы остальным было неповадно людей обманывать. Тут они путали, путали с этими компаниями, допутали. Теперь у нас пошли компания за компанией, сейчас вот ВАСКа. А что будет, не знаю. С новой управляющей компанией ВАСКа отношения людей пока складываются прохладные. Отопление здесь пришло в срок, но в 12-м доме землянского проезда прорвало трубу. Горячая вода полилась в подвал. Смотрите, у нас не пяток в подвале, мы уже скоро сваримся. Вы посмотрите, смотрите сколько у нас. У нас двери не закрываются, никому ничего не надо. И на звонки коммунальщики отреагировали не сразу, а только после волшебного ускорения. Попробуй дозвонить. Да. Мы вчера, знаешь, сколько звонили, дошли до администрации. Пока дежурный администратор не взялся за дело, они прислали нам аварийку, они прислали нам водоканал, прислали, они прислали тепловикол. А без этого мы никуда. Может быть, включат в ближайшее время, если мы совсем не замерзнем. Вот маленький заболел уже, вот старший тоже на подходе. Холодно дома, очень холодно. Обогреватель на тысячу рублей мотаем уже свет. То есть мы платим весь год за отопление, еще плюс ко всему свет. Сейчас уже дают отопление, уже горячие батареи. Как дают? А что, заварили что ли уже? Ну вот сейчас в коридоре вот уже батарея горячая. В комнатах не все еще. Ну это пробьет пока. А уже все, вот они с утра уже работают. Угроза наступления ледникового периода в этом доме миновала, но над местными жителями давно нависает другая опасность. Небольшое отступление от темы отопления. Там муравьи вон. Гоньте, гоньте вот это вот. У него же. Вот этот корень задержит его, он пойдет сюда. Все, капкан нам будет. Этот высоченный тополь пенсионер Петр Коротких 40 лет назад сам сажал дерево. Может и сейчас было бы крепким, но рабочие при уборке мусора ковшом задели корни. Тополь начал умирать, и теперь люди боятся, что в мир он и с собой он кого-нибудь прихватит. Компанию ВЭК, ту самую, что собирала жители деньги в себе в карман, просить было бесполезно. Но и новая контора ВАСКО не спешит на помощь. Нам без телескопейчика, ну никак его. Можно было без телескопейчика, мы бы ее сами свалили. У нас у ребят есть бензопил, все есть. Он огромный. Он или сюда рухнет, что-нибудь изуродует. И действительно, мало ли таких случаев было. Неужто нужно ждать нового несчастья? Если он находится на прилегающей территории от начальства к чемущенному дому, то, конечно, это мы будем пилить и будем спиливать. Для себя сейчас помечу, проявим, сегодня посмотрим, что за деревья. Примерный прогноз, в какие сроки этот вопрос. Если дерево, как вы говорите, оно опасно, я думаю, в течение двух-трех суток мы их спилим. Если это реально, оно такое опасно. Если оно очень большое и где-то нужно привлекать горсвет, отключать провода, убирать провода, там газы, может быть, там, ну, три-четыре дня у нас уйдет. Ну что ж, посмотрим, как начальство ВАСКО держит свое слово. Но возвращаясь к теме отопления, хочу напомнить, что жаловаться на холодные батареи можно и нужно по телефонам горячих линий. Их можно найти на сайтах районных администраций. Ну а если и там не помогут, звоните на телеканал «Самара ГИС». Вместе разберемся, кто виноват и что делать. На сегодня это все. Удачи, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин